Календарь событий региона включает в себя более 50 праздников и фестивалей, которые пройдут в течение года. Оценить великолепие цветущих садов нас приглашает Мичуринск. Об этом говорим сегодня в программе «Качество жизни» с Людмилой Марченко. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях президент Ассоциации развития туризма Тамбовской области Галина Гриднева и Ольга Левыкина, начальник отдела культуры, молодежной политики, туризма Мичуринского района. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Галина, вопрос, наверное, первый к вам. Что такое событийный туризм и как он у нас развивается в регионе? Тамбовская область давно занимается событийным туризмом. Во-первых, на протяжении многих лет у нас выпускается календарь событий. В этом году он у нас вышел вот именно такой красивый, немножко вот в 85-летие Тамбовской области, вот со значком Тамбовской области, куда включились все самые интересные и значимые события нашего региона. То есть включились не все события, которые подавались нашими муниципалитетами и различными площадками, а только те, которые действительно готовы принимать туристов. Тамбовская, вообще событийный туризм, его история достаточно давняя. Давайте вот, если говорим о событийном, например, вот тем же самым туризме, который у нас в России, ну первое, наверное, событийное, которое вы, наверное, знаете, это Олимпиада, вот если так вспоминать, Олимпиада 1984 года, это был вот пик такой вот образцовый такой, 80-го, да, Олимпиада 80-го года, это вот им был такой вот образец событийного советского туризма. Ну так, кроме того, ну достаточно другие многие мероприятия, тоже событийные, они постоянно имеют место. И вот на протяжении нескольких лет у нас событийный туризм, это где-то, наверное, с 2014-15 годов, он у нас так, как называемый, как-то отдельно стоящий туризм, как флагман, он у нас начинает развиваться. И сейчас уже в 2023 году у нас событийный туризм практически все регионы Российской Федерации охвачены событийными мероприятиями и, естественно, событийный туризм. Давайте говорить о том, что не все событийные мероприятия являются туристическими, потому что событий очень много. Это и Масленица, это 23 февраля, это и многие другие такие события городского плана, там, день села, там или там еще множество всяких мероприятий. Но они не все туристические. Туристические, значит, развитая туристская инфраструктура, питание, проживание, проезд. То есть развитая инфраструктура туристическая, это значит событие туристической направленности. Поэтому немножко надо с этим разделять. Тамбовская область готова работать с событийным мероприятием и готова работать с с событийным туризмом. У нас есть такие мероприятия, которые готовы принимать туристов. Первой ласточкой, наверное, был все-таки Сиреневая ночь в Ивановке и Покровская ярмарка. Да, вот первое событие. Вот я думаю, что вы мне напомните, какой год у нас с 2014, наверное, с Покровской ярмаркой. Может быть, даже раньше. Сиреневый май в Ивановке, Сиреневая ночь в Ивановке. Это мероприятие вообще 80-х годов. Оно там проходит. Цветение сирени. То есть это самые известные эпохальные мероприятия нашего региона. Я вспоминаю, когда работала Покровская ярмарка в октябре на праздник Покрова. Это было большое, очень большое событие на мероприятии, куда приезжали со всех муниципалитетов города, приезжали с других стран, для того, чтобы похвастаться, показать свой потенциал, показать не только свои товары, но показать свою историю, показать свои реконструкции. Были исторические какие-то такие сценки, были костюмы. То есть было все, что можно было показать туристам, которые, если бы приехали на эту территорию. Например, я знаю, что приезжали болгары. Они приезжали в своих костюмах, показывали не только стенцы своей продукции, но даже показывали свою историю. Звали к себе в страну. Приезжали, например, из Воронежа, из Тулы, из Вологды, из разных других регионов Российской Федерации. Были красивые и замечательные инсталляции, были площадки, и они зазывали. Это была самая настоящая туристическая прекрасная площадка, Покровская ярмарка. После пандемии, конечно, сейчас было не до этого. Мы надеемся, что она у нас будет работать в 2023 году. Может быть, потом мы как-то более ближе к этой дате посмотрим. Ну, Ивановка, естественно. В этом году у нас юбилей 150-летия Сергея Васильевича Рахманова. А не забываем то, что деревня Ивановка, Уваровский район, это единственная в мире музей-усадьба нашего гениального композитора Сергея Васильевича Рахманова. В этом году юбилей, поэтому это праздник нашей Тамбовской области. Естественно, он включен в событий на календаре, и мы также ждем туристов. Не забываем, что другие муниципалитеты также готовы принимать туристов на событийные мероприятия. Мичуринский район в прошлом году показал себя просто прекрасно. Ольга, ваш фестиваль «Мичуринские яблони в свету» проходит с 2021 года, и сейчас он будет этой весной проходить в третий раз. С чего все начиналось, и каким целям вы идете? Мне бы хотелось начать с самого важного, самого главного, и отметить, что Мичуринский район, так же как и город Мичуринск, носит свое название в честь великого ученого-селекционера Ивана Владимировича Мичурина. И очень здорово, что на территории Мичуринского района множество садоводческих хозяйств, которые продолжают дело великого ученого. И прекрасно, что некоторые представители садоводческих хозяйств, руководители выступают с такой социально значимой позицией, свою, как сказать, инициативу проявляют, в том числе в организации проведения таких событийных мероприятий. Итак, Игорь Викторович Муханин, профессор и доктор сельскохозяйственных наук, президент Ассоциации садоводов России, выступил с инициативой о проведении вот такого замечательного, ставшего уже известным в Тамбовской области, фестиваля «Мичуринские яблоны цвету». С этой инициативой он вышел к администрации Мичуринского района, и администрация всесторонне поддержала. И вот в таком интересном, слаженном тандеме два года совместно проведено это мероприятие, этот фестиваль, и вот уже в третий раз мы все вместе будем снова организовывать фестиваль, который с нетерпением ждут не только мичуринцы, но и жители Тамбовской области, и даже, я думаю, что можно сказать, России. А почему так можно сказать? Потому что у нас уже есть определенные достижения, мы зарекомендовали себя на всероссийском уровне. Фестиваль «Мичуринские яблоны в цвету» — двукратный обладатель гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Если чуть подробнее, то в 2020 году мы вышли на этот конкурс, прошли финал, а затем защитили свой проект в финале. Но пока еще проект был на бумаге, правильно понимаю? Это был только проект, это была только концепция, и мы представили свою идею фестиваля членам жюри и стали лучшими в своей номинации, получили гран-при в номинации «Лучшая идея туристического события». А затем, на следующий год, то есть мы сначала заявились как идея, потом мы реализовали эту идею, тоже очень важно, потому что многие идею-то разрабатывают, но остается без реализации. Большой путь от идеи до ее реализации. Как вам удалось воплотить в жизнь этот фестиваль? Ну вот, наверное, к счастью, наших организаторских способностей совместно с предпринимательским сообществом, администрацией района, все мы люди творческие, включались в эту работу. Ну вот, все, кто только мог, это не только отдел культуры, молодежной политики и спорта, это все сотрудники администрации, это все сотрудники садоводческого хозяйства, Центра развития садоводства имени Муханина, настолько с душой, кропотливо каждую мелочь продумывали, чтобы организовать вот такой замечательный праздник. Как говорит Игорь Викторович Муханин, что этот праздник сделан специально для людей, чтобы пришли люди, порадовались и послушали хорошую музыку на природе, сделали красивые фотографии в цветущих садах, поучаствовали в различных развлекательных программах, как для взрослых, так и для детей, вкусно поели и уехали с замечательным настроением. — Ольга, ну прежде всего туристов нужно привлечь. Что вы делаете такого, чтобы посетители вашего фестиваля бросили все дела и поехали в Мичуринск, хотя, опять же, сады цветут везде в Тамбовсково, примерно в одно и то же время, они должны захотеть приехать именно к вам. Чем наполнены ваши площадки фестиваля? — Ну, как я уже только что сказала, вот, Галина Витальевна, поделитесь немножко, это новая афиша нашего фестиваля, вот здесь уже обозначена дата, и перечислены основные площадки. Это, конечно же, концертная программа, очень таким эксклюзивным развлечением для наших туристов являются экскурсии по садовым плантациям. Мы в прошлом году привлекали студентов колледжа, которые обучаются по направлению туризма, тоже получился очень интересный такой проект, то есть и дети вовлечены, и туристам, привившим на наш фестиваль, было очень здорово, очень интересно, они их проводили по всем площадкам нашего фестиваля. Можно принять участие в мастер-классах, таких мастер-классов для детей, например, рисование, какие-то поделки, но самое важное — это мастер-классы по садоводству, которые проводят именно профессионалы своего дела, то есть все, кто приезжает, могут почувствовать себя настоящими садоводами, научиться обрезке, прививке и так далее. То есть вот такие полезные знания приобретают. А кроме того, если очень заинтересуются этой деятельностью, могут приобрести садовый инвентарь, саженцы, ну и сами яблоки, конечно, продаются на нашем фестивале. — Галина, вы как представитель туриндустрии привозили на фестиваль туристов из города Тамбова, может быть, даже из каких-то других регионов. Какие были впечатления о мероприятиях? — Ну вот в прошлом году мы первый раз организованно привозили группы на фестиваль. Что хочу сказать, это действительно фестиваль. И в нем Ольга Михайловна начала рассказывать о том, что сначала была концепция, вот она грамотно составленная концепция, потом подкрепленное действием, получилось прекрасное мероприятие. То есть все сначала делалось на бумаге, писалось, анализировалось, включались объекты, включались объекты показа, включались мастер-классы, экскурсии. Все это наполнялось, все было составлено по грамотному таймингу. И что это значит? Турист, приезжающий на мероприятие, уже заранее получал гарантированное обслуживание на той или иной площадке. — А что это значит? Значит, мы заранее везли группу, и мы знали, что с часу до часу 30 наша группа может посмотреть на экскурсию по садоводческому товариществу с мастер-классами. Дальше мы знали, например, с 14 до 14.30, я сейчас говорю, приблизительный тайминг, они посетят площадку с ловлей рыбы. То есть все было очень грамотно описано, и заранее работали люди на площадках, которые, волонтеров было очень много, которые могли грамотно сопроводить туристов. Если турист, например, был заинтересован, что я сейчас увижу, что я могу. Помимо того, что работали открытые площадки, шоппинг, сувенирная продукция, работала сцена буквально, наверное, с 12. С 12 мероприятий было до 23 часов. То есть мероприятие само по себе достаточно длительное. То есть любой турист, приезжающий как в составе организованной группы, так и приезжающий индивидуально в своей машине, с 12 до 23 часов он получал гарантированные какие-то интересные мероприятия, которые он мог посетить. То есть все очень грамотно продумано. Это плюс. Для туризма это важно. Инфраструктура, тайминг, вся составляющая была в этом мероприятии. То есть мы уже получали гарантированный спектр услуг. В прошлом году у нас была бесплатно проведена акция. То есть все туристы, благодаря передаче «Качество жизни», хочу сказать, что просто прекрасно, было бесплатно объявлено то, что все туристы, желающие посетить это мероприятие из Тамбова, Тамбовской области, могут просто позвонить нам в ассоциацию, записаться, и уже конкретно потом прийти, сесть в автобус на свое место и доехать до фестиваля, посетить его все площадки, добраться обратно до Тамбова. То есть это было целиком полностью бесплатно. В этом году мы уже попозже немножко в передаче скажем, что по времени мы будем проводить точно так же мероприятия, и точно так же мы будем вести туристов из Тамбова на площадке туда, на фестиваль «Мичуринские яблони в цвету». Это тоже было... Вот в прошлом году это было вообще здорово. То есть гарантированный спектр услуг и прекрасное мероприятие, организованное. Что хочу еще сказать? Это очень важно. Далеко не каждое мероприятие, далеко не каждый фестиваль способен принять детишек с ограниченными возможностями здоровья. Вот эта единственная площадка, ну может быть сейчас будет не единственная, но в прошлом году это была площадка, которая сработала ну на 100% даже для детишек с опорно-двигательными... То есть маломобильные группы могли... Да, мы привозили туда детишек, да, к ним были прикреплены волонтеры, детишек вместе с родителями. Мы работаем с ВАРДИ, с этой организацией, мы работаем вот именно с такими детишками. Я хочу сказать, мы в прошлом году привозили на площадку, и это действительно все прошло очень хорошо. Мы волновались, как детишки почувствуют себя, особенно детишки, как они почувствуют себя в атмосфере событийного мероприятия, массового, где огромное количество людей. Вот. Что хочется еще добавить? Что у нас Ассоциация развития туризма Тамбовской области очень хорошо работает с Мичуринским аграрным техникум, откуда были отправлены волонтеры, детишки, учащиеся студенты туристских факультетов. И они очень помогли. Нужно отметить эту работу. Вот. Поэтому все детишки наши с ограниченными возможностями здоровья, с родителем, приезжающие на этот фестиваль, у нас была конкретно такая группа, причем группа не маленькая. Вот. Все были обслужены. Никто не был брошен. И полностью все туристическое сопровождение было под присмотром волонтерской группы. Это очень важно. Вот. Не каждый, я вам говорю еще раз, вообще в России это очень редко, а Мичуринские яблони в цвету справились с этим. Хочу сказать, нужно хвалить, чтобы у нас многие события на площадке включались в работу с детишками с ограниченными возможностями здоровья. Ольга, чем вы в этом году будете удивлять? Понятно, что в прошлом году туристы, посетившие ваш фестиваль, скажут, ну я уже там был, я все видел. Что в этом году будет... Чем фестиваль этого года будет отличаться от фестиваля, который был в 2022 году? Ну, конечно же, концепция основная сохраняется. Но обязательно надо отметить, что 2023 год для Мичуринского района это юбилейный год. В этом году Мичуринский район отмечает свое 95-летие. Поэтому, конечно же, мы расширяем нашу программу. Будет еще интереснее, еще больше площадок, еще больше мастер-классов, еще больше угощений. Изюминкой такой у нас будет новый масштабный арт-объект. Ну, всех подробностей раскрывать не будем. Ну, и, конечно же, это приглашенные, гости, музыканты, вечерние программы. Но тоже мы хотим это все сохранить в секрете пока. Ольга, как вам удается наладить взаимодействие бизнеса, с одной стороны, которые выступили инициаторами, организацией которой занимаются, туриндустрией и администрацией района? Ну, вот такой замечательный тандем. Это, наверное, действительно очень уникально, очень ценно, что у нас образовались такие дружеские взаимоотношения и с Галиной Витальевной, и с Игорем Викторовичем. Вот хочется отметить, что я немножко остановлюсь на предпринимательском сообществе, что, может быть, это визуально не видно, непонятно, но на самом деле такой огромный, колоссальный труд был вложен вообще в организацию этого фестиваля. Ведь чтобы он впервые прошел, необходимо было с нуля вот в чистом поле организовать, подготовить площадку, то есть все расчистить, уложить там где-то асфальт. Это у нас сейчас на территории садоводческого хозяйства, Центра развития садоводства имени профессора Муханина стационарная сцена, которая будет служить нам еще долгие-долгие годы, и сколько и материальных средств вложено, и сколько, так сказать, труда, сколько души в это вложено. Это я говорю о ассоциации садоводов России, которая выступила инициатором. Со стороны администрации мы тоже делаем все возможное и невозможное, чтобы о нашем фестивале услышали не только на уровне Тамбовской области, на уровне России, как я и говорила, что после того, как идея стала явью, мы вновь стали обладателем Гран-при национальной премии, но уже в номинации «Лучшие события в сфере сельского и агротуризма». Вошли в топ-50 событий национального календаря событий России 2022 года. Вот сейчас тоже подали заявку, боремся за звание лучших, но посмотрим, что нас ждет. Ну и, конечно же, хочется поблагодарить просто от всей души искренне Галину Витальевну за оказываемую поддержку, потому что, если бы не она, то, наверное, тоже в Тамбовской области так бы о нас не услышали, что настоящая группа туристов приехали на наш фестиваль. Ведь далеко не каждый событий может вообще этим похвастаться. А мы теперь можем с гордостью сказать, что на нашем фестивале были туристы. Да, настоящие изо всех, не только из Тамбовской области. География участников фестиваля какая была? Тамбов, Тамбовская область, это, наверное, процентов 70. Москва, Москва, Липецкая область и Воронежская. Вот это те, кого мы опрашивали, вот это те, которые приехали, туристы, вот именно приехали как туристы. Не просто посетить событийные мероприятия, послушать и уехать, а купить, пожить, покушать. То есть полный туристический пакет. Вот это настоящие туристы, они там были. Это здорово, понимаете? Это здорово. Для региона, для событий, которые выстреливают и работают два года. Это здорово. Это действительно то, что делают эти люди, это делают на самом деле на высшем уровне. Это мероприятие можно показывать, об этом мероприятии можно говорить и на него можно вести. Потому что гарантированно получишь сервис. Хочу еще сказать самое главное. Потому что Ольга Михайловна немножко не стало все тайно. А я хочу сказать, что вы, наверное, знаете все, что у нас в Тамбовской области работает открыт замечательный проектный офис по детскому туризму. И у нас есть замечательный детский совет. Так вот, наши ребята из детского совета будут готовить прекрасную программу детских экскурсий по фестивалю. По фестивальным площадкам это будет замечательная интерактивная программа с квестами. То есть дети уже получили задание разработку этих программ. И вот мы будем в этом году, будут наши детки проводить экскурсии для деток. Дети показывают событийную площадку. Ольга, что еще будет можно посмотреть в Мичуринске? Но ведь не закончится такая активная череда праздников 20 мая у вас. Наверняка же будут еще какие-то праздники, фестивали. Да, действительно, Мичуринскому району есть чем гордиться. В календарь событий Тамбовской области на 2023 год вошли сразу четыре фестиваля. Да, так что, пользуясь случаем, приглашаю. Конечно же, 20 мая фестиваль «Мичуринские яблони в цвету». Затем у нас 2 июня Рахманинский литературно-музыкальный праздник. Праздник посвящен известному просветителю, книгоиздателю, переводчику Ивану Герасимовичу Рахманинову. К слову, музыкант Сергей Васильевич Рахманинов является его внучатым племянником. И, конечно же, фестиваль пройдет в рамках 150-летия Рахманинова. Затем мы ждем всех 9 июля 2023 года на спортивно-гастрономическом празднике «День рыбака», где все могут половить рыбу. Но это спортивная рыбалка, половили, отпустили. И, конечно же, попробовать блюда из рыбы и послушать замечательную музыку. Ну и вот визитная карточка, вторая визитная карточка Мичуринского района, это, конечно же, праздник русского сарафана. Пройдет он 12 августа. И его изюминкой является то, что большинство пришедших на этот праздник приходят уже подготовленные в русском народном костюме и сливаются с артистами все в едином хороводе. Галина, сейчас нас телезрители посмотрят и в своем календаре событий семейные делают пометки, куда им можно отправиться в ближайшее время. Ну, не в ближайшее время, а в мае, в июне и так далее. Как попасть на фестиваль «Мичуринские яблони в цвету»? Куда позвонить? Чем добраться? Все по прошлогоднему сценарию, дорогие друзья. 20 мая в 11 часов будет организован трансфер до площадки событийного мероприятия Мичуринский район, село Нижний Торбиево, Центр развития садоводства. Автобусы будут отправляться от Ленинской площади на все мероприятие и затем уже привозим туристов обратно. Записаться, возможно, по телефону 710203. И обязательно сказать, что запись на мероприятие «Мичуринские яблони в цвету». Ну, конечно, всех мы взять не сможем, будет все зависеть от того, сколько людей у нас запишется, но в любом случае первым, кто будет нам писаться, мы будем, естественно, в приоритете те же, кто ездил в прошлом году. А по опыту прошлого года сколько транспорта хватило для того, чтобы удовлетворить желание? У нас был большой, сколько у нас, 60 человек у нас поехало организованной группой на большом автобусе и на микроавтобусах. И где-то порядка 120-140 человек у нас отправилось на фестиваль из Тамбова. Поэтому, если вы хотите отправиться на фестиваль «Мичуринские яблони в цвету», то заранее подумайте и сообщите в Ассоциацию развития туризма. Тогда у вас будет возможность поехать туда абсолютно бесплатно. Мне кажется, неправильным будет не упомянуть фестиваль Вишневарова. Это замечательная традиция, которая родилась в городе Уварове. Туда также приезжают народ и гости как из Тамбовской области, так и из других регионов. Да, Вишневарова – это у нас бренд Тамбовской области. Причем бренд территории. Я хочу сказать, что сейчас, когда мы говорим «Вишневарова», а здесь еще, знаете, такие речевые обороты Вишневарова, Уварова. То есть это прекрасное мероприятие, которое продвинуло территорию. Хочу сказать, что… Причем отметили на федеральном уровне. Отметили на федеральном уровне. Отмечено не один раз мероприятие. Это тоже прекрасное мероприятие. Это гастрономический фестиваль, где все вокруг. Вокруг вишни, вокруг садов вишневых, вокруг вкусностей всех. То есть это прекрасное мероприятие, которое проходит ежегодно, летом, уже на протяжении многих лет. Поэтому это наша визитная карточка Тамбовской области. Так же, как и Мичуринские яблони в цвету. Так же, как праздник Сиреневой ночи в Ивановке. Как Покровская ярмарка. Маршанские купцы. У нас есть такие прекрасные мероприятия, которыми наш регион может хвастаться. На которые может действительно привозить туристические группы. В Уварове завели замечательную традицию. На фестиваль нужно явиться либо в платье, либо в костюме, который подчеркивает причастность к вишням. Даже кошечки-собаки приходят в костюме. Вишня-пиос, вишня-кот. Это вот у них такой, да, они такие придумали вещи. Ольга, у вас не было идеи как-то своих туристов, своих гостей привлечь таким образом? Да, на самом деле вы попали в точку. Потому что мы приняли решение принимать весь положительный опыт наших коллег. Ну, может быть, не весь, но частичку. И действительно у нас появилась новая идея. Это предложить всем потенциальным посетителям нашего фестиваля приехать на наш праздник в соответствующем одеянии. Стать, сделать этот праздник еще более цветущим, еще более пышным. Таким образом мы предлагаем прийти в чем-то белом. Например, приколоть еще на свой белый наряд цветочек, какой-нибудь брошь. Или прийти в шляпе с цветочком. И среди этих людей, которые придут в соответствующем наряде, будет произведен розыгрыш призов без проигрышной лотереи. Поэтому задумайтесь, обязательно получите приз. Спасибо большое. Я думаю, сейчас у нас посмотрели телезрители и как-то спланируют свои выходные и праздники. И обязательно запланируют поездку 20 мая к вам в Мичуринск. А я напоминаю, что это была программа «Качество жизни» с Людмилой Марченко. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!